ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Жаков Михаил Петрович. Интервью Козьма Костромов. Литературная обработка Николай Мигаль. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 16 февраля 2022 года. ЧАСТЬ ВТОРАЯ А вам приходилось летать в трудных условиях, допустим, в метель? В сложных условиях мы не летали, а могли только случайно попасть. А погода определялась так. Вышли, если погода чуть не соответствовала, то мы совсем не летали. Самолёты наши были абсолютно не приспособлены для полётов ночью. Да ещё в сложных условиях летать нельзя было. Был у меня случай такой. Погода на аэродроме была хорошая, и наш экипаж вылетел первым. А в полку цель одна. Полёты выполняли мы одиночно, друг за другом по готовности вылетали. Как дали команду на вылет? Пошли. Потом следом за ним и так далее. Иногда и над целью встречались. Первыми вылетели мы. На половине пути до цели мы встретили грозовое облако и сунулись. Нас трясёт, заходить опасно. Но мы можем пройти с правой стороны. Давай пройдём с правой стороны, выйдем на цель и отбомбимся. А когда назад возвратимся, облако уйдёт, и мы прилетим домой. Приняли решение мы. Мы пошли на цель, отбомбились, развернулись, выходим назад, а эта туча закрыла нам путь. Она оказалась фронтальна, и нам нельзя было её обойти ни слева, ни справа. В неё сунулись. Невозможно продолжать движение. Самолёт как щепку бросает. Даже направление полёта не можешь определить. Нельзя даже курс взять. А у меня были две светящиеся бомбы для подсветки цели. Мы уже знали, что мы на своей территории и отошли от линии фронта. Я говорю товарищу, давай сейчас наберём высоту, чтобы метров 800-1000 было, и я сброшу эту бомбу. Она будет светить минут 5-7, а мы успеем выбрать где-то местечко. Затем я выброшу вторую, и при помощи света от этой бомбы мы сядем и переждём грозу, а потом прилетим. Он согласился, сказав, давай попробуем. Как зашли мы на 800 метров, нас так швырнуло, аж до 200 метров падали. Трудно представить, как мы восстановили положение, ведь не почему определить положение самолёта даже. В общей сложности облако было только широкое по фронту, а в глубину оно было поуже. Где-то мы минут 7-10 пороковырялись, побросало нас в этом облаке, и мы вышли на высоте 200 метров. Прошли, смотрим, останавливается компас. Значит, мы прошли это облако ближе к своему аэродрому. Нам повезло, что мы прошли его и не ударились. Там дорога была грунтовая, и дождичек промочил её. Она блестит? Ага, всё, дождик прошёл. Мы сориентировались и прилетели домой. Прилетели, заходим, все спрашивают, что и как. Все вернулись в тот день. Только мы прошли одни, потому что остальные чуть позже вылетали, и они как-то встретили грозовое облако, вернулись обратно, а мы промучились. Это было нашим спасением. Как мы сумели? Но пилот очень хороший был. Он в аэроклубе долго работал, поэтому сумел как-то удержать самолёт. Мы всё рассказали. С аэродрома не уходили, ещё часик-два посидели. Вдруг командир полка говорит по самолётам, успеем сделать по одному вылету. Мы успели сделать второй вылет, а другие по одному разу слетали. К этому времени, когда второй раз полетели, облако сместилось. Ваш самолёт не использовали как связной? Да, а как же? В такие дни, когда стало меньше заданий, мы выполняли задания по обеспечению связи, возили офицеров связи и доставляли нужные пакеты. В нашем полку был самолёт Ли-2. Мы возили даже командующих фронтом. Были ещё грозовые рейсы. Была эскадрилья, которая возила раненых и привозила из полевых госпиталей кровь на фронт. Наш полк обеспечивал связью всю 16-ю воздушную армию. Во время войны служил в 62-м гвардейском отдельном лодзинском авиаполку, который входил в состав 16-й воздушной армии. Но эти вылеты нам не засчитывались как боевые, потому что ты не пересекаешь линию фронта. А фактически их следовало бы считать, потому что при совершении таких полётов многие погибли. Днём летали, а площадки были маленькие. Где-то около госпиталя нашли площадку и оттуда забирали раненых. Не учитывались и те вылеты, которые были не выполнены. «Однажды я полетел забрасывать у одного человека в Орловскую область. У нас стояла хорошая погода. Туда прилетели густой туман. Ничего не видно. В руки немцам, что ли, человека бросать? Я вернулся, и вылет посчитали невыполненным. А фактически я поступил правильно». К концу войны у немцев появились самолёты с локаторами «Мессершмитт-110». Они тоже стали нас караулить. Выследили аэродром в Белоруссии и в одну ночь прямо около аэродрома сбили один наш самолёт на вторую ночь второй. Пришлось прекратить полёты туда. «Вам лично приходилось сталкиваться с немецкими истребителями? И вообще были ли в полку потери? Нет, с истребителями нет. А вот с попаданием в самолёт встречался. Один раз снаряд попал. У немцев была специальная зенитная пушка по самолётам. Снаряды у неё были небольшими, 23 мм, по-моему. Попаданием снаряда разрушила верхнюю часть крыла самолёта. Управление при этом было не повреждено. Самолёт держался, и мы свободно прилетели домой. А пулевых ранений не было. Потери в полку были, но в связи с тем, что летали ночью, они были невелики. Днём в санитарных полётах даже больше теряли. За самолётами связи немцы специально охотились, патрулировали небо и выискивали, где летит У-2, чтобы его не допустить. Все секретные приказы не передавались по радио, по телефону, а доставлялись только лично. А так, потери у нас были не очень большие. Самолёты больше теряли то на земле, то ещё где-нибудь. У вас что-нибудь рисовали на самолётах? И красили ли зимой самолёты в белый цвет? В нашем полку это не принято было. У нас не рисовали. Разве что звёздочки рисовали в полках, где сбивали самолёты. Сбил один самолёт, одну звёздочку нарисовал, второй сбил ещё одну. Так как мы были бомбардировщики, в наши цели это не входило. Мы за самолётами не охотились, а наоборот, сами должны были ускользать и прятаться от вражеских истребителей. Что касается покраски, да, зимой красили. Во время полёта у вас были случаи отказа техники? Бывали. Если отказал где-то на территории противника, вот тут у нас были сбиты два экипажа Р-5 под Полоцком. После этого они по лесам и болотам вышли к своим. У нас ещё был случай такой, когда при посадке самолёт накоренился, попал на камень, винтом задел землю и с одной стороны кусок винта отвалился. В результате этого было нарушено равновесие работы двигателя. Что делать? Начали придумывать. Туда доставили техника. Отпилили вторую часть. Попробовали. Трясёт, но не очень. Попробовали рулить. Нормально. Решили улететь так. Когда наши Минск оставляли в 41-м, все улетели и бросили один самолёт в ангаре. Он стоял на ремонте, так как был неисправен. Там был один военный техник, который в аэрофлоте работал. Он этот самолёт восстановил, а потом на нём прилетёл в Смоленск. Дело в том, что он никогда лётчиком не летал, но часто летал во второй кабине. А во второй кабине было управление, и ему пилоты всегда доверяли, чтобы он потренировался в полёте, и это ему пригодилось. Он двигатель исправил, вырулил, взлетел и без карты до железной дороги в Смоленске. Полк туда перебазировался. О нём писала даже наша авиационная газета. На самолёт у него отобрали, и он снова приступил к работе техникам. Потом его к партизанам направили. Он там был начальником партизанского аэродрома и подбирал нам аэродромы. Если немцы накрывали нас, они в другом месте его снова открывали. За это ему пообещали, что его направят учиться на лётчика. Тогда были такие небольшие школы, которые назывались школы первоначального обучения. Его направили туда. Он три месяца там учился, приехал и стал лётчиком. Летал он до конца войны. Летал к партизанам, летал по заданию связи. Службу свою закончил в Литовской АССР. Разбивались ли самолёты? Если да, то по какой причине? Из-за погодных условий и снега? Конечно, много самолётов побилось. Не из-за погоды. Разные были случаи, иногда непредвиденные. Один раз командир эскадрильи полетел договариваться с наземными частями, чтобы они нам цель показывали артиллерийскими трассирующими снарядами. Мы же ночью работали. Он низко летел по полю на бреющем полёте. Стояло одно дерево, и он зацепился за него и разбил самолёт. Я представляю, как это было. Он летел на низкой высоте и решил горкой перелететь через это дерево, но не рассчитал. Зацепился и упал. Самолёт разбился в дребезги, а сам он жив остался. Вот такой случай был. Михаил Петрович, а во время войны вы жили в домах? Во время войны мы жили там, где можно. Например, в селе каком-нибудь, где к аэродрому близко. Жили в домах или в квартирах с людьми. Или освобождали. А там, где не было, допустим, в Калининской области, там много лесов, болот, поэтому иногда трудно было найти площадку рядом, жили в землянках. Землянка была на несколько человек. Общие нары, столовые тоже типа такого сделано. Везде были официантки, и питание было очень хорошим. Одного мяса 490 грамм на человека было. Это чистое мясо. Ещё сколько-то грамм рыбы. Большие нормы были яйца, масло, сахара. 800 или 100 грамм. Ваш аэродром располагался в 20 километрах от фронта? Нет, побольше. 20 километров это совсем близко. Чтобы поближе было, мы перелетали вечером, ещё засветло. Мы базировались в Абле. Это Киевская область. Аэродром был там, где мы ночевали и жили. А перелетали мы на большой аэродром поближе к линии фронта. Там уже загружались и работали. Закончили там работу, перелетели к себе на ночёвку на другой аэродром. Это называлось аэродромами подскока. Если нужно, мы могли и за 20 километров от линии фронта. В этом случае мы могли сделать до 5 боевых вылетов в ночь. Бомбили ли ваш аэродром? Да, два раза бомбили. Один раз в Курской области, второй раз подробно. У нас прожектор стоял для того, чтобы помогать нам ориентироваться ночью. У нас было правило. Мы не трогали их маяки, которые помогали в ориентировке, а они не трогали наши. Мы уже знали, что раз тут маяк работает для навигации, значит, где-то есть аэродром. Обычно присылали самолёт. Он в это время там патрулировал. Он обнаруживал аэродром и бомбил его. Однажды под Курском мы находились в строю и собирались вылетать. Так как летали мы ночью, было уже темно. Вдруг слышим шум мотора, а потом засвистели бомбы. Прозвучала команда «Ложись!» и все на аэродроме залегли. Самолёт прошёлся строго по полосе и сбросил бомбы. А туда, где мы были, бомбы не упали. Мы от взлётной полосы немножко в сторонке находились. Самолёт повредил полосу, а нам вреда не нанёс. Второй случай был подровно. Мы также летали и ночью, но были уже научены. На аэродроме выключали посадочные знаки, чтобы нас не обнаружили. Как самолёт подходит, включали знаки. Он заходил на посадку и садился. Однажды кто-то пролетал над нами. Начались разговоры и разногласия. Может, включить и посадить? Пока разногласия закончили, он нас выследил. Ударил по полосе аэродрома в стороне. Самолёт заходит, проходит низко, прямо над аэродромом. Мы не включили ему старт, и он сел в поле недалеко от нас. Мы сразу поехали в поле на грузовой машине. Приезжаем туда. Оказывается, сели они на поле неблагополучно. С шасси на живот, как у нас говорят. Все были невредимы, кроме стрелка. Он находился сзади, в хвосте. Это был наш дальний бомбардировщик. Он бомбил Брест, и во время бомбёжки в него попал зенитный снаряд. Вывел из строя один мотор. Самолёт стал падать, и стрелок выпрыгнул без команды, а остальной экипаж сел. Когда туда подъехали, мы поняли, что совершили ошибку, потому что знаки можно было включать. Но и это опасно, так как опасались возможного обмана. Оказалось, это свои. Там были штурман полка и замкомандира полка. Мы им оказали помощь, всё сделали, потом их забрали. Может, припомните какие-нибудь особенности У-2 и Р-5? Чем нравились пилотам У-2 и Р-5? У-2 — это самый маленький учебный самолёт. А Р-5 был уже на вооружении наших военно-воздушных сил как бомбардировщик-разведчик. Он намного больше по размерам, двигатель у него гораздо больше и скорость выше. Он уже считался хорошим самолётом. Я училище оканчивал на нём. Мы уже по шестьсот килограмм бомб возили на нём. То есть можно было шестьсоток сразу взять. Вам больше нравился Р-5? Конечно, летать было лучше на Р-5. Он летал на большие расстояния, подальше бомбил, его уже более приспособили, фары сделали. К тому же у него и скорость побольше. А У-2 зато маневренный был. Вот у нас в полку были случаи, что вражеские истребители обнаружили его и решили сбить. Но не тут-то было. — Да. У-2 очень вёрткий самолёт. Если умно распоряжаться, умело определять дистанцию, как видишь на дистанции стрельбы, если поворот, разворот, У-2 сразу на малой скорости быстро развернётся. А тот, пока сообразит, уже опоздает. У нас одного лётчика истребитель гонял минут сорок, но так и не сбил. И улетел. А у Р-5, конечно, манёвренность была похуже. Он был больше приспособлен к боевым действиям. Там был прицел, при помощи которого можно было бомбить, рассчитать угол, куда бросать бомбы. В авиационном училище вы изучали Р-5? Мало. Мы изучали больше самолёт СБ и готовились на нём летать. Это был скоростной бомбардировщик. Первые полёты мы делали на самолётах Р-5, потому что на нём дешевле летать и можно было получить достаточно нормальную подготовку. Поэтому Р-5 мы косвенно изучили и самолёт СБ. Но на СБ не летали, не пришлось. У вас из самолётов только У-2 были переборудованы? К примеру, Р-5 изначально имел заводское оборудование. Пулемёт у него был ПВ-1 калибра 7,62 мм. Установлен он был в плоскости фюзеляжа и стрелял через винт. Винт крутится, а пули должны пройти так, чтобы винт не задели. Это была подведена автоматическая линия к мотору и к пулемёту. И вращение во время стрельбы делалось так, что трасса проходила, когда выстрелы проходят мимо винта. Вот у него уже было. У него уже был другой сбрасыватель, был оптический прицел, бомбодержатель и всё остальное. Он использовался уже как бомбардировщик, хотя вообще-то он считался разведчиком. Вы на Ли-2 на боевые вылеты или для связи летали? На Ли-2 мы больше летали с целью забрасывания разведывательных групп и забрасывания грузов партизанам. У нас даже аэродромы были. Вот к белорусам летали, где принимали Ли-2 с посадкой. Мы загружали полный самолёт продуктов, боеприпасов, автоматов и везли туда. С целью бомбометания мы летали редко, можно сказать, почти не летали. Если же приходилось бомбить, Ли-2 переборудовали. Делали под него бомбодержатели, ставили прицел, делали для штурмана кабину, сразу за пилотом, где штурман с помощью этого прицела мог прицеливаться по целям. Были полки, которые летали на Ли-2 и бомбили. Его считали как дальний бомбардировщик. При нужной заправке он мог увезти тысячекилограммовую одну бомбу, по пятьсот килограммов две бомбы, по двести пятьдесят четыре бомбы и так далее. Если бомбы были весом по сто килограмм, то мог везти и больше. Бомб нам хватало. Использовали и немецкие бомбы. Вот не успели немцы увезти свои бомбы и не взорвали. Наши оружейники проверяют это все. Бомбы нормальные, сделаны под наши взрыватели. Бомбы были, только вот взрыватели немцы не оставили. Так мы свои делали, вкручивали и применяли их бомбы. А что вы можете сказать про американский самолет С-47? Хороший он был или не очень? Я вам скажу, что Ли-2 был прекрасный самолет. Перед войной мы купили этот самолет. Он назывался ДС-3, и он был пассажирским самолетом. Потом его начали выпускать на заводе в Ташкенте. Ли-2 был наш, а С-47 был американским. Разницы между ними как таковой не было, размеры и все остальное было одинаковым. Что у американского самолета, что у нас, длина фюзеляжа 19,64 метра, а размах крыла 28,81 метр. Как самолет он был довольно таким хорошим и очень доступным. Легко осваивался летчиками. С-47 мне особенно чем нравился. На нем стояли другие моторы. Двухрядная звезда, 14 цилиндров. Этот мотор был мощнее нашего. На С-47 был радиокомпас. Другие приборы тоже были неплохие. Связные радиостанции для радиста и экипажа, а также командные станции, были хорошими. Самолет имел подогрев, поэтому летчики были в тепле и могли совершать более дальние полеты. Мы летали из Берлина и летали без посадки. Начальство возили, в том числе и Жуково. Расчетный полет был 6,45. Горючего хватало полностью. В нем все-таки комфортно было. Мне этот самолет больше нравился и у меня больший налет на нем. Во время войны выпускали и грузовой вариант Ли-2. И он использовался очень долго. Кое-где ему даже памятники поставили. Он был просто в управлении, всегда выдерживал нагрузки. Это был очень хороший самолет. Но его С-47 были и отказы. Без этого никак. Если загрузки нет большой, он мог свободно лететь и на одном моторе. А если груза много, можно было груз сбросить. С-47 свободно шел на одном моторе. Винты вводились во флюгер. В обычном полете он как винт загребал воздух, а здесь как кинжал, чтобы не было препятствий, чтобы сопротивления не было. Для чего это было сделано? Если отказал мотор, то сразу винты во флюгер. Легче было пилотирование на оставшемся моторе. Мы такие даже учебные полеты делали. Летали, в воздухе выключали двигатели и на одном заходили на посадку. Это были хорошие самолеты. Проводились ли у вас политзанятия? Если да, то нужны ли были эти занятия? Политзанятия проводились несмотря ни на что. Конечно, нужны. А почему не нужно? На политзанятиях, если их правильно организовывать, можно было приводить примеры мужества, героизма, нацеливать личный состав на то, чтобы проявляли чувство любви к родине, чтобы выполняли боевые задания как следует. Поэтому я считаю, что политзанятия были нужны. Хотя осуждения бывали разные. У нас однажды произошел инцидент. Кажется, Сталин сказал, вот через несколько месяцев, а может быть и годик, гитлерская армия потерпит поражение от Красной Армии и война ускоренно закончится. Проходит больше года. Во время политзанятия герой Советского Союза, летчик Борис Лохтин, задает вопрос нашему парторгу на политзанятиях. Помните, Сталин говорил, что через несколько месяцев, а может быть и годик, Германия падет. Прошло два года, а Германия все еще крепко воюет с нами. Выходит, Сталин ошибся? Вы знаете, к этим словам придирались и начали тягать Борю. Почему он так заявил? Потом это кое-как уладилось. Политработник это как-то объяснил? Он сразу доложил в особый отдел. А особый отдел сразу потянул Бориса и даже меня. Офицер-особист мне говорит, ты присутствовал на занятиях? Нет, не присутствовал. А ты слышал, что произошло? Слышал. И как ты оцениваешь? Не знаю, как оценить. Вот ты имеешь большой авторитет среди людей. Ты бы мог о высказываниях этих, которые проскальзывают, сообщать мне? Об этом никто знать не будет. Тебя будут вызывать не я, а в полк. Мы обычно стояли отдельно от штаба полка. Будет вызывать командир полка, если надо. Ты прилетишь, я тебя встречу, и мы поговорим. Извини, я не могу этого делать, ответил я ему. Ладно, тогда слушай дальше. О том, что мы с тобой разговаривали, чтобы никто в жизни не узнал. А я вот вам взял и рассказал. Больше у меня разговоров с особистами не было. А у вас комиссар и политработник совершали полеты? Наши не летали. В других полках возможно было. У нас это не летная должность была, поэтому и порторка, комиссар не летали. Вы тогда выпивали? Сто грамм вам давали? Когда я был призван в армию, я не знал, что такое пить водку и опьянеть. Уже в армии мы потом, к концу армии, немножко разбаловались. Когда началась война, и ты находился в боевом полку на фронте, где уже боевое применение есть, положено было 100 грамм водки или 50 грамм спирта каждый день. Мы туда прилетели. Нам даже выдали карточки, и мы пользовались. В столовой, когда уже было ясно, что ты никуда не полетишь, мог выпить 100 грамм водки. А потом где-то в конце 1942-го или в 1943-м в это положение внесли изменения. 100 грамм водки давали тогда, когда ты выполнил боевой вылет. Вот слетал ты в тыл врага, отбомбился, прилетел, тебе 100 грамм положено, а если не летал, не положено. И так было до конца войны. 100 грамм только когда выполнил боевое задание. Пробовали ли вы трофейную выпивку, к примеру, шнапс или французский коньяк? Все пробовал. Даже антифриз пробовали. Один летчик полетел после освобождения курса, а оттуда только недавно немцы ушли. Смотрит, на аэродроме канистры. Открыл одну канистру, а там пахнет спиртным. В итоге он одну канистру взял в фюзеляж и привез в часть. Он туда по заданию летал, прилетел поздно. Когда в столовую пришел покушать, он с собой эту канистру принес и говорит, я что-то привез, доктора надо. Позвал доктора. Доктор пришел, понюхал, налил стакан. Да это ж ликер, и стаканчик опустошил. Чуть-чуть и официантку угостили. А сам пилот выпил половиночку или меньше того, а дальше побоялся. Потом он покушал, смотрит, горячка какая-то началась, прилив крови к голове. Он бегом к доктору, прибежал туда, а доктор уже почти почернел. А этот выжил, принял меры. Вот так пробовали бывало. Тоже были случаи, что на спирт заводы попадали в другие места. Там отпробуют, если нормально стараются все увезти. По греба немцев лазили, там были вина, консервы любые, другое продовольствие. Вот так обстояло дело с выпивкой. Как вы считаете, водка на войне это добро или зло? Она нужна вообще? Может, она отчасти прибавляла некую раскованность, некоторые чувства храбрости, но это должно было быть в меру. А у вас не было эксцессов из-за этого? Проблем? Не было. Нормально все было. Иногда некоторые уже начинали хитрить между собой. Вот у тебя карточка и у меня карточка, а мне захотелось выпить не 100 грамм, а 200. Я подхожу к тебе и говорю, слушай, дай мне сегодня свой талончик, а я завтра тебе дам свой, чтобы тебе повеселее было, чтобы ты дураком стал. Ты берешь свой и тот, выпил 200 грамм, до некоторой степени опьянел, мог подебошить, Такое было, что сегодня 200 грамм пью я, а завтра ты. А вообще у русского народа до войны не было проблемы с алкоголем? Я бы сказал так. Я мальчишкой в деревне рос и у нас особо не было. Все-таки тогда пили гораздо меньше. Видимо, не было возможности, чтобы это купить. А когда возможность появилась, тут и стали пить. Стали искать водку, самогонку, требовать и прочее. У вас до войны самогонку даже не варили? Варили только скрытно. Если попадался, то наказывали. Это я по своей семье знаю. Наши иногда грешили. Это было, допустим, один раз в году, и основной целью было не нажраться один раз, а то, что иногда необходимо. Иногда гость придет, а тут угостить нечем. А у русских угощение без водки почти не проводилось. Вот для этих целей даже мои родители делали, но это может один раз в год. Или если надо было куда-то в гости пойти, обратиться, что-то купить, с бутылочкой пришел, дело веселее идет, быстрее. Массового пьянства не было, но после войны пить стали больше. Возможная причина этого, что начали с этих 100 грамм и стали привыкать. Курили ли вы тогда? Да, курил. Почему я курил тогда? Летчикам во время войны по норме отпускали пачку папирос. Курили мы в основном Беломурканал. Выдают, а куда их девать? Я тоже начал курить. Всю войну и немножко после войны выдавали бесплатно папиросы всем, кто летал, будь то офицер или солдат. Если ты летаешь, получаешь папиросы, а те, кто не летал, получали махорку. А потом уже, когда я почти, можно сказать, демобилизовался из армии, бросил курить. Столько жалел, что поздно, но все равно хорошо, что я бросил. А через год, когда я комиссию проходил, мне рентгенолог говорит, а ты не куришь? Уже легкие чистые. А до этого, значит, они были не чистые, раз рентгенолог мог сразу определить, курил я или нет. После я мог только сожалеть, что напрасно курил. Назад это не вернешь. У вас были какие-нибудь приметы относительно того, чего нельзя не делать перед вылетом? Раньше говорили, вроде нельзя было бриться перед полетом, потому что такая примета была, были еще какие-то приметы, но я уже забыл. Михаил Петрович, вы из религиозной семьи? На войне вы вспоминали про Бога, верили в Него? Как сказать из религиозной? Отец мой качал церковно-приходскую школу и знал все молитвы, все службы, которые есть, но не помню ни одного случая, чтобы он ходил в церковь. Мать у меня верующая была, все праздники справляла. Я помню, что два раза меня водила в церковь, но нас вера в Бога мало беспокоила. Мы все-таки были воспитаны в другом духе. Нас учили, что богов не существует, и мы этому верили. Я как пошел в школу, сам стал читать, писать, и нам всегда прививали атеистические взгляды, что Бога нет, и они почему-то приживались в моей жизни, и казалось, что его действительно нет. Вроде в повседневной жизни то и дело говорили, Бог даст или не дай Бог. Вот такие выражения употреблялись. Но они были не как обращение непосредственно к Богу, а уже больше как принято, особо не надеясь на него. А в 19 лет я в партии вступил, в комсомоле был, в Бога не верил, а на войне, по правде сказать нет, также не верил, почти не вспоминал. Кого бы вы могли выделить из своих друзей и боевых товарищей? Летчика-героя Советского Союза Бориса Лохтина, также пилота Волкова, Локтева, Сальдемирова, он погиб во время санитарного полета. Да многих можно выделить. Хочу отдельно рассказать про Бориса Лохтина. Летал я с ним много. Все площадки партизана мы открывали с ним, поддерживали партизан бомбежкой. В Брянских лесах был отряд Дука, и Лохтин там пробыл 4 месяца. Он поддерживал их, устанавливал связь, бомбил врага. Он был таким отважным, иногда чересчур рискованным пареньком. За количество совершенных боевых вылетов и всего остального присвоили звание Героя Советского Союза. Как вы считаете, всегда ли честно награждали на войне? Вот в вашем полку. Я бы сказал, не совсем честно. Иногда неправильно составляли наградные листы. У нас начиналось это дело в эскадрилье. Адъютант эскадрильи, как начальник штаба эскадрильи, составлял первые документы. Вот если он составляет документ на рядового летчика, он пишет, он такой-то сделал столько-то боевых вылетов. Также составляет наградной лист на штурмана, допустим, на меня. Я, как правило, при полетах к партизанам не летал с летчиком. Летчик летал в одиночку после того, как я считал, что он готов летать один. А я руковожу, готовлю данные для полета, даю указания, готовлю их. Эскадрилья моя выполняет задания, а я, выходит, нет. Адъютант напишет, сделал всего 30 боевых вылетов, но он не напишет того, что сделал эскадрилье, которую я готовлю. Представьте себе, приходит наградной лист. У летчика 100 боевых вылетов, а у меня всего 30. Дадут ли мне награду? Разумеется, нет. За 30 боевых вылетов мне дадут награду, допустим, медаль за боевые заслуги. А что эскадрилья сделала, это не в счет. А если бы он написал, что эскадрилья, где он штурман, совершила столько-то боевых вылетов, мне бы дали награду выше, чем тому летчику. Были случаи, когда за один и тот же эпизод человек получал две награды. Вот у нас двое летчиков, Кургузов и Локтев, вывезли из Польши польских руководителей, один из них потом президентом был, и еще двоих-троих человек на нашу территорию. Их совет фронта наградил орденами, и в полку наградили за это орденами, орденом Красного Знамени. И они вместо одного получили два ордена за одно и то же. Иногда командиры занижали награды. У нас был командир полка. О нем прямо по вере ходило. Пока он себе орден не повесит, ни одному летчику орден не даст и не подпишет наградные. И в то же время он не сделал ни одного боевого вылета, а себе повесил два ордена боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды и так далее. Я знаю, что вас в 1942 году хотели наградить орденом Красного Знамени, а наградили Красной Звездой. Да, трижды писали на орден Красного Знамени, но я ни разу не получил. Почему? Потому что неправильно составлялся наградной лист. А я же не знаю, как он пишется. Конечно, были права у командира дивизии, он мог наградить в конце войны орденом Красной Звезды. Он мог и незаслуженно, мог и своей невесте дать орден. Были непорядки тоже. Что для вас геройство на войне? И были ли вы очевидцем геройства в вашем полку? Геройство разное, но у нас при нашей работе трудно было его определить. Ночью даже при бомбежке я не знаю, что я сделал, чего геройского я сделал. Михаил Петрович, какими наградами вы были награждены и за какие заслуги? Награды у нас шли за боевые вылеты. Допустим, я выполнил 100 боевых вылетов, и командир полка считает, что я достойен награды. Предоставляли материал и нас награждали. Мы выполняли различные задания. Некоторое время я летал с летчиком, впоследствии героем Советского Союза Борисом Лахтиным. Он был из города Боровск Калужской области. После демобилизации он был летчиком гражданской авиации, освоил Ил-18. Летать ночью было трудно, приборы были плохие, слабые и не было даже ночного оборудования для полетов. Сначала не было ни фар, ничего для посадки ночью, но мы освоились. И вот за эти полеты, которые совершались по ночам, командование предоставляло кардинам. Например, для летчика-истребителя, чтобы получить звание Героя Советского Союза, необходимо было сбить 15 и более вражеских самолетов. Для летчика-штурмовика, если он совершил 100 боевых вылетов и остался жив-здоров, ему могли присвоить звание Героя Советского Союза. У ночных бомбардировщиков же такой нормы не было, если можно так сказать. Как командование решало, смотрело. Ага, выполняются полеты нормально, отлично. За это и награждали. Летать ночью было очень трудно. Могу привести один маленький пример, как мы летали. Это было в Курской области, когда базировались мы около Железногорска. Было получено такое задание. Партизаны организовывают ночной налет на немецкую комендатуру в районе станции Навля Брянской области и попросили поддержать их с воздуха. Так как я был штурманом эскадрильи, вся эта подготовка легла на меня. Я должен был рассчитать, когда вылетать, какие бомбы взять и когда появиться над целью и начать операцию. Начинается штурм. Я рассчитал время вылета, все сделал как положено. А в радиограмме было сказано, бомбить такое-то село. Когда вылетели, я полетел с летчиком Борисом Лохтиным, но когда подошли к цели, глянули, а село-то растянулось километров на десять. Где бомбить-то? Я же не могу охватить четырьмя бомбами, которые были у меня на этом самолете, такое расстояние. Что делать? Я говорю. Борис, давай будем бомбить район церкви. А почему район церкви? Церковь всегда стоит на видном и удачном месте. Недалеко от церкви наверняка находится дом священника, а его дом, как правило, в селах самый лучший. Наверняка немцы остановятся в этом месте, в этом доме. После этого мы произвели бомбометание. Все это сделали, постреляли, а я еще выбросил несколько десятков тысяч листовок, где было написано «Вместе с Родиной». Как закончили операцию, мы полетели обратно к себе. Возвратились, заходим к руководителю полетов и докладываем. Так и так, задание выполнено. А он говорит, «Только вы взлетели, пришла радиограмма, где было сказано, что нужно будет бомбить район церкви. Мы сказали, а мы так и сделали, так и бомбили. На вопрос, а почему вы так сделали, я привел рассуждение, почему и как. Оказывается, они тоже додумались, что мне надо было указать на более точную цель, а на самолете радио нет, никак не передать. Таким образом, наша сообразительность дала нам возможность точно выполнить это боевое задание. Вот за такие полеты и удачные бомбометания нас и награждали. В годы войны я был награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и орденом Красной Звезды. Кроме того, меня наградили медалью за боевые заслуги, медалью партизан Отечественной войны 1-й степени и другими. После войны я получил два ордена Красной Звезды и еще один орден Отечественной войны 2-й степени в 1985 году. Всего за свою военную службу я был награжден шестью орденами и многими медалями. В фильмах показывают, что наши военнослужащие обмывают награды. Стакан с водкой и выпивают. У вас такое было? Было. Чтобы вытащить орден из стакана с водкой, надо было выпить до дна, а потом достать его. Такое было. Михаил Петрович, в годы войны ваша семья оказалась под оккупацией, правильно? Что они вам рассказывали про это? Как вели себя немцы? Да, оказались. Знаете, я от своей семьи ничего вразумительного об этом не услышал. Почему? Потому что они немцев не видели, а командовал у них всем на несколько сел один бургомистр немец, а у бургомистра этого были подчиненные полицаи, предатели из числа наших людей. Люди у нас полицаев как раз видели, а самих немцев нет. К ним бургомистр вообще ни разу не приезжал. Когда немцы отступали, они в поле на окраине деревни недельку примерно постояли. Они в деревню даже не заходили, а затем ушли. Поэтому местные жители немцев могли видеть разве что только издали. У нас в селе тогда было где-то дворов 200. Полицаи у нас были не из местных, а из других деревень. Они могли сделать все, что хотели. Могли к тебе прийти и забрать тебя, сказав, что ты партизан или еще кто-то еще. Мое село не постигло такое несчастье. Помимо этого, полицаи расстреливали всех коммунистов, кто у власти был. Но в нашем селе расстрелов не было. Расстреливали в райцентре. Также в нашем селе полицаи изредка приходили и отбирали коров. Наша корова осталась цела, потому что они отбирали не у всех, а только у части населения. Также полицаи могли забрать и другой скот. Овец, гусей, кур. Нам повезло, что у нашей семьи корова осталась. С ней легче было выжить. Я и моя старшая сестра были тогда на фронте. Дома оставались только отец, мама и младшая сестра. Из тех полицаев я знал не всех, но про одного могу что-то сказать, потому что он влияние поимел на мою семью и на меня лично. Он на невесте моей женился. Этого полицая при освобождении арестовали, осудили на пять лет и посадили в тюрьму. Отсидев свой срок, он вернулся и жил. Он из другого села был, поэтому я его больше не видел. Да и к тому же я, как ушел в армию, в родной деревне больше не жил. Так наказывали и других полицаев. Были и такие полицаи, которые поддерживали партизан. Этих сразу прощали. Михаил Петрович, а во сколько лет вы женились? Во время войны в 1943 году на Курской земле я повстречал одну девушку и впоследствии она стала моей супругой. Когда мы базировались в Курской области, она работала в госпитале после освобождения города Дмитриева Курской области. Там в Тифозном госпитале она заболела. Затем она была эвакуирована из Дмитриева, потому что он был рядом с линией фронта. После этого мы с ней познакомились. Нам нужны были работники в батальон аэродромного обслуживания. Она обратилась на счет работы, и ее взяли работать подавальщицей в столовую. С этого времени, с 43-го года, я с ней вместе воевал на фронте. Получилось так, что нас до самого Берлина и еще два года в Берлине обслуживал один и тот же батальон аэродромного обслуживания. Мы сначала просто встречались, как жених и невеста. Придя в Польшу, мы решили пожениться, что и сделали. В феврале 1946 года уже в Берлине у нас родилась дочь. У нее в паспорте в графе места рождения так и написано «Берлин, Германия». Сейчас моя дочь живет со мной и ухаживает за мной, потому что жена у меня пятый год как умерла. Мы с ней прожили вместе 70 лет. На Дальнем Востоке у меня родился еще сын, но он рано ушел от нас. Уже 26 лет, как его нет, умер от сердечного приступа. Семья Михаила Петровича Сейчас такое положение, что я один уже не могу никуда шагнуть и ступить, поэтому мне нужен проводник. Эту роль выполняет дочь и зять, которым я очень благодарен. Что-нибудь вас удивило за границей? В Польше, в Германии? Я участвовал в освобождении Польши в берлинской операции. После этого пришлось прослужить в Германии до 1950 года. Непосредственно в Берлине находился аэродром. После этого я был направлен по замене офицерского состава. Мы служили ограниченно в Германии, и я попал на Дальний Восток, где прослужил до 1960 года. Польша осталась довольно отсталой страной, не очень культурной. Удивила, конечно, Германия. Она в то время действительно была впереди по своему техническому развитию. Дороги там такие были, что в голове не укладывалось. Нам такое тогда и не снилось. Я был очень удивлен об устройствах страны и домашнего быта. Я после войны жил в самом Берлине. Так как аэродром был в Берлине, мы там базировались и жили. В квартирах уже газ был, в том числе и у нас. Уже холодильники появились. Подъезды в квартирах были оборудованы. Заходишь в подъезд, кнопочку нажал, свет загорелся. Три минуты погорел и выключился. Все было предусмотрено для жизни. Даже белье постирать, и то на чердаке были крыши такие страугольные. Под крышей проведена вода. Установлен котел, где можно было воду подогреть. Можно было постирать и даже повесить белье на сушку. Все было сделано с такой любовью. В квартирах, где отопление было печное, все печи были обложены кафельной плиткой. Кроме газа имелась установка для нагревания воды в ванной. Ванная представляла из себя целую комнату с окном. На кухне были установлены двойные мойки. Я был просто удивлен бытом. Он был очень развит. Все можно было сделать. У них все было предусмотрено. Можно было и фотографа пригласить на дом. Он придет точно к назначенному времени, снимки принесет или что-то другое. И с парикмахерской придут. Захотел торт испечь, но не сам. Позвонил, торт испекут и привезут тебе на дом. Вот это исполнительность. Воровство было исключено. Немцы были очень точны и дисциплинированы, выполняли все приказы. На работу можно было ездить на велосипеде. Доехал до станции метро или до электрички, а рядом есть стоянки для велосипедов. Велосипед оставил, замочком прикрыл, сел на электричку и поехал на работу. А когда возвращаешься с работы, вышел со станции, сел на велосипед и поехал домой. Я побывал во многих странах. Был в Чехословакии, тоже неплохая страна. Также был в Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, само собой в Польше, в Китае, Корее, на Курильских островах, где меня только не носило, всю страну облетел. Михаил Петрович, что вы делали в Китае и Корее? На Леодунском полуострове стояли наши войска, наши части, авиационные и наземные полки. Я служил военно-транспортной авиации. Мы летали, держали связь с нашими войсками, перевозили туда офицеров, возили и вывозили грузы. Также помогали китайцам строить социалистическую республику. В 1949 году там правительство из коммунистической партии пришло. В Корею самолеты гоняли. Наши инструкторы участвовали в боях и в Китае, и в Корее. Когда была война с Кореей, мы их обслуживали как связь и как необходимое транспортное средство. Вот с этой целью мы и летали. Перевозили все, испытывали новые боеприпасы, новые виды оружия. Цель полетов что-то срочное привезти, доставить. Когда вы уволились в запас? В 1960 году я был уволен по сокращению вооруженных сил. Звание мое сейчас подполковник. В армии я прослужил 19 лет. Когда увольнялся, мне было 38. Пенсия была нормальная. Я мог еще пользу принести для армии, но мне подвернулась подходящая работа. В итоге после демобилизации я устроился работать в Курске объединенный авиаотряд гражданской авиации при аэрофлоте на должность дежурного штурмана, где проработал 28 лет. Эта работа была очень близка к военной авиации. Когда я находился здесь и работал в отряде, всегда и везде имел хорошие положительные отзывы. Во Всероссийском обществе слепых я все время проводил массовую политическую работу. Бывал в очень многих школах, техникумах и институтах. Выступал с речью в нашем госпитале и воинской части, которая находится в поселке имени Жуково в Курске. То есть я все время вел воспитательную работу среди молодежи. Если я приходил в какую-либо школу, меня обязательно просили прийти еще. Один класс, где у меня учился внук, как узнал, давай меня звать. Меня приглашают даже сейчас. К примеру, в обществе слепых на 8 число приглашают на встречу, посвященной 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Примечание. Интервью от 2019 года. Сейчас я уже старый, полностью ослеп, не вижу ни капли, даже солнышко не вижу и уже глуховат. Но я не жалею, что судьба у меня так сложилась. Я своей судьбой и жизнью доволен. Михаил Петрович, спасибо за уделенное время и интересную беседу. Доброго здоровья вам, счастья и добра. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.